Школа новых возможностей. В селе Байгулова Козловского района завершается строительство нового учебного заведения. Здесь хватит места не только ученикам, но и ребятам дошкольного возраста. Работа кипит и снаружи, и внутри. Выравнивают стены, укладывают гидроизоляционные покрытия, штукатурят и красят. Новую школу в селе ждут давно. Новую школу на 165 мест для школьников и на 40 мест для школьников начали строительство 3 июля 2019 года. Срок завершения объекта 15 августа 2020 года. На данный момент у нас выполнено на 83% общественной работы по данной школе. И по благоустройству возраста территории у нас пока выполнено на 30%. Стадион, спортивный зал, учебные помещения все-таки дадут большую возможность для развития сельских детей по всем направлениям, которые необходимы и требуют наша современная жизнь. Для 40 самых юных байгуловцев готовят просторные светлые группы. А какой из окон вид? После благоустройства территории здесь разместится стадион для подготовки настоящих чемпионов. А вот для школьников предназначены небольшие классы. В них смогут обучаться не более 15 человек. Для сельской школы это лучшее решение. Для ребят с ограниченными возможностями в большом двухэтажном здании предусмотрен лифт. Помимо основных дисциплин здесь будут обучать азам кулинарного и швейного мастерства. Для этого предусмотрены специальные кабинеты труда. Мы будем переучивать своих педагогов, своих работников. Но, конечно, и дополнительные места, конечно, будут. И поэтому будем всегда рады видеть, которые у нас по специальности необходимы. Беготня по коридору на переменах тоже уходит в прошлое. Для разгрузки будут обустроены специальные комнаты для отдыха и игр. Просторные актовые и спортивные залы вместимостью до 100 человек. Прекрасная возможность проводить концерты, спортивные состязания и даже приглашать родителей. В этом году моя дочь готовится в первый класс. В стенах новой школы мы хотели бы наши таланты развивать, поддерживать. Экскурсия по будущей школе заканчивается в просторной столовой. Она тоже будет соответствовать всем современным стандартам. Процесс приготовления пищи станет максимально автоматизированным. С открытием новой школы появятся и новые возможности. Пройдет еще несколько месяцев, и летопись, известная в республике школы, продолжит писать в новых условиях. А вот качество образования педагоги обещают сохранить. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.